В Минске прошел 13-й международный фестиваль красоты «Роза ветров-2021» и чемпионат Республики Беларусь. В Минске прошел 13-й международный фестиваль красоты «Роза ветров-2021» по парикмахерскому искусству, декоративной косметике, ногтевому сервису. Традиционное участие в состязании приняли учащиеся Барановичского колледжа сферы обслуживания. Как подготовиться к беременности, с чего начать, рассказала врач-кушер-гинеколог Барановичского родильного дома. В Барановичах состоялся городской этап областной военно-патриотической игры «Зарница». Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Вести Барановичи». В целях повышения эффективности общественного контроля за соблюдением законодательства об охране труда на Брещене работают рейдовые группы Технической инспекции труда Федерации профсоюзов Беларуси. 18-19 мая инспекторы проведут мониторинг в Барановичах. Для проверки определили 13 предприятий и организаций. Особое внимание уделят вопросам обеспечения сотрудников средствами индивидуальной защиты, созданию на производствах надлежащих санитарно-бытовых условий, выполнению пунктов коллективного договора. Итоги подведут 19 мая на специальном совещании. В Минске прошел 13-й международный фестиваль красоты «Роза ветров-2021» и чемпионат Республики Беларусь «Телекрасота-2021» по парикмахерскому искусству, декоративной косметике, ногтевому сервису. Традиционное участие в состязании приняли учащиеся педагоги Барановичского колледжа сферы обслуживания. Соревнования не вернулись не с пустыми руками. Подробности далее. Что сейчас в моде, какой макияж и прическа подойдут именно вам, как накрасить ногти, чтобы стать самой очаровательной – об этом и не только можно было узнать на празднике красоты. В 13-м международном фестивале красоты «Роза ветров-2021» и чемпионате Республики Беларусь «Телекрасота-2021». Столичный футбольный маньеш в очередной раз встретил участников творческого состязания. В одном месте собрались самые лучшие судьи, тренеры, мастера и конкурсанты Беларуси и не только. Сотни участников по парикмахерскому искусству, ногтевому сервису, бровисты, лэшмейкеры и косметологи соревновались, чтобы стать чемпионом. Традиционно свое мастерство продемонстрировали учащиеся и педагоги Барановичского колледжа сферы обслуживания. Сегодня профессиональное образование занимает особое место на рынке труда. Конкурсы, фестивали профмастерства являются необходимой и неотъемлемой частью профобразования. Участники конкурса проделывают колоссальную работу и вообще я считаю, что это серьезные творческие испытания. Традиционно педагоги и учащиеся нашего колледжа приняли участие в фестивале красоты «Роза ветров». Они достойно продемонстрировали свои знания, умения в области индустрии красоты, приняв участие в различных номинациях и заняв призовые места. Будущий художник-модельер Александра Буйкевич впервые принимала участие в данном конкурсе. Девушка начала готовиться к состязанию за несколько месяцев. Продумывала образ, мелкие детали. Важно продумать каждый этап, говорит девушка, от задумки до реализации. Желательно предусмотреть все возможные сложности. Кропотливый труд не прошел даром в копилке диплом второй степени в номинации «Фантазийный креативный макияж». Я очень волновалась, безумно волновалась, и меня на самом деле, меня все трясло. Отчасти у меня идет такое, что я танцую. Вот когда я волнуюсь, я начинаю танцевать. И вот там было то же самое. Я прыгала, я бегала. И тогда, когда я начала работать, когда засекали время, я на самом деле успокоилась, резко успокоилась и начала работать. Просто руки уже заточены, и все делали, грубо говоря, за меня. Уровень квалификации мастеров из года в год растет. Этому как раз и способствует проведение таких фестивалей, как «Роза ветров». Участники форума получают уникальную возможность обменяться опытом с коллегами из других стран, учитывая его международный статус. Это хорошо знает мастер производственного обучения Анна Чечет, которая завоевала второе место в номинации «Готовая постежорная работа. Жар птица». В данном конкурсе в роли мастера я участвовала впервые. До этого принимала участие как юниор. Мне интересен процесс изготовления постежорных изделий, и поэтому мною была выбрана данная номинация. На мой взгляд, она наиболее интересная. Полет фантазии здесь просто безграничен. Конкурсу я готовилась больше месяца. Необходимо было придумать образ и воплотить его. Прическа, костюм, макияж – все это должно быть очень проманичено и продумано до мелочей. В золото соревнований привезла преподаватель спецдисциплины Оксана Загорская. Она стала победителем в номинации «Женский образ. Стрит-стайл». В этом году участвовала в конкурсе «Роза ветров» в номинации «Стрит-стайл. Уличный стиль». «Стрит-стайл» – это направление моды, отличающееся от большинства людей собственным стилем и философией. Участникам необходимо было выполнить укладку волос, гармонично сочетающую с общим стилем представленной работы. К сведению, во время фестиваля красоты можно было посетить мастер-классы и демонстрации, моделью в которых смог побывать каждый. Авиашоу станет кульминацией праздника «Барановичская весна-2021». Жители и гости города смогут насладиться мастерством летчиков и оценить фигуры высшего пилотажа со специальной площадки. Ее организуют на территории аэродрома 61-й истребительной авиабазы. Добраться туда не составит труда. Для комфорта граждан с 9 до 10 часов пустят дополнительные автобусы. Интервал между рейсами составит около 5-7 минут. Точка отправления – остановка стадион на улице Бараново в сторону центра. После завершения небесного представления этот же транспорт достает зрителей обратно. Уехать можно будет с 13 до 14 часов. К слову, госавтоинспекция рекомендует во избежание трудностей с проездом и парковкой воспользоваться автобусом. Беременность – важный этап в жизни любой женщины. Идеальная ситуация, когда беременность является не только желанной, но и запланированной. Как подготовиться к беременности, с чего начать, рассказала врач-акушер-гинеколог Барановичского родильного дома. Планирование беременности действительно необходимо. Подготовка нужна для того, чтобы выявить те проблемы, которые могут оказать влияние либо на течение беременности, и развитие плода, либо на здоровье женщины в условиях развития беременности. Конечно, план обследования при планировании индивидуальный зависит от многих факторов – возраста женщины и состояния ее здоровья. Планирование беременности нужно начинать не менее чем за три месяца до предполагаемого наступления беременности. В первую очередь очень важно и жене, и мужу отказаться от вредных привычек, таких как курение, алкоголь и наркотические вещества, соблюдать режим сна и бодрствования, усилить физическую активность, также это сбалансированное питание и поменьше стрессов. Желательно сразу обратиться к врачу, у которого в дальнейшем вы планируете наблюдать течение вашей беременности. В этом случае врач сможет после обследования заранее спланировать себе план ведения вашей беременности и учесть все возможные проблемы, которые могут возникнуть в этот период времени. Акушер-гинеколог пройдет осмотр женщины, возьмет необходимые анализы, пройдет консультативный прием. Если у будущей мамы имеются хронические заболевания, ей необходимо проконсультироваться у участкового терапевта по поводу проведения дополнительного обследования. Это позволит избежать обострения заболевания во время беременности. Обязательный минимум по обследованию включает в себя по анализам. Это флюорография обоих супругов, анализ крови на сифилис, гепатит B и C, ВИЧ, а также обследование на инфекции, передающиеся половым путем, такие как хламидиоз, микоплазмоз, гонорея и трихоманиаз. Общий анализ крови с выявлением гемоглобина и железодефицитных состояний, ферритин, общий анализ мочи, гормоны щитовидной железы, для того, чтобы, если есть какие-то нарушения в гормональном фоне, скорректировать их еще до наступления беременности. На этапе подготовки для мужчин и женщин предусмотрено немало рекомендаций, но не стоит заниматься самолечением. Лечащий врач сам назначит вам комплекс препаратов. По поводу приема препаратов для планирования беременности, мы выделяем обязательный прием фолиевой кислоты в дозе 400-800 мкг в сутки, в постоянном режиме препараты йода, профилактическая доза 200 мкг в сутки, витамин D. Женщина может заранее узнать свое количество витамина D в организме, сдав в лаборатории анализ крови. А можно просто профилактическую дозу витамина D в дозировке до 2000 международных единиц в сутки. И если женщина в своем рационе питания не имеет рыбу, либо она может не любит, значит мы дополнительно еще назначаем ей прием омега-3 жирных кислот. Несложные процедуры обследования на этапе планирования беременности помогут избежать проблем во время самой беременности, а значит родить здорового малыша. Образцовый театр и студия «Параллель» Дворца детского творчества приглашает на премьеру. 22 мая в 18 часов состоится премьера романтической комедии «Сильвия». Интрига Сильвии в необычном любовном треугольнике. Муж, жена и собака. Дворняга, подобранная мужем на улице, превращается в семейную катастрофу. Ну а за дальнейшим развитием событий вы сможете проследить, посмотрев спектакль. «Сильвия» – комедия о любви и нелюбви, о том, как в водовороте прагматизма сегодняшней жизни не потерять связь с теми, кто рядом с нами, сохранить полноту чувств и радость жизни. В Баранучах состоялся городской этап областной военно-патриотической игры «Зарница». Состязание включало в себя следующие виды конкурсов и соревнований. Визитная карточка отряда, конкурс боевых листков, смотр строя и песни, состязание к защите Отечества готов. По итогам конкурсов были определены победители. Команда, занявшая первое место, станет участником областной игры, финал которой пройдет в Бресте. Городской этап областной военизированной игры «Зарница», посвященной 80-летию героической обороны Брестской крепости, прошел на базе 120-й зенитной ракетной бригады. Организаторами выступили БРСМ, отдел идеологической работы по делам молодежи, управление по образованию горесполкома и хозяева соревнований. Основная цель игры – патриотическое воспитание подростков, подготовка к службе в вооруженных силах и других воинских формированиях Республики Беларусь. За звание лучших состязались команды из восьми учебных заведений. Это девушки и юноши с гимназией номер один, средней школы номер четыре, семь, девять, двенадцать, тринадцать, пятнадцать и девятнадцать. Программа игры в этом году состояла из нескольких этапов. Для начала командам предстояло пройти такую дисциплину, как смотр строя и песни. Оценивалось все – строевая подготовка, качество исполнения песни, слаженность команды. Все дружины показали отличные результаты, свой уверенный шаг и навыки строевой ходьбы. Далее участники демонстрировали свои знания в области истории своей родины. Затем по очереди ребята со сцены клуба воинской части представили свои визитные карточки, пели, танцевали, читали стихи. Также прошел конкурс боевых листков, посвященный 80-летию героической обороны Брестской крепости. Вот еще один этап – к защите Отечества готов. Тут все по стандарту. Засекается время, и участник приступает к разборке и сборке автомата, соблюдая при этом правильную поочередность как его разборки, так и сборки. Параллельно на огневом рубеже выбрали тех ребят, которым не было равных стрельбе из пневматической винтовки. Места распределились следующим образом. Третье место у девятнадцатой школы. Вторыми стали ученики девятой школы. Лавры победителя достались команде средней школы номер семь. Именно эта дружина представит наш город на областном этапе Зорницы в Бресте 1-2 июня. К сведению, массовая военно-спортивная игра Зорница зародилась в 1967 году по инициативе газеты «Пионерская правда». Первый финал игры прошел в Севастополе, а в 1971-м всесоюзное соревнование проходило в Бресте. В 1998-м в Беларуси возродилась пионерская игра Зорница. К предстоящему Дню города библиотекари подготовили для своих читателей подарок. 22 мая в 12 часов возле Центральной городской библиотеки имени Валентина Таблая состоится торжественное открытие интерактивных книжных страниц для семейного чтения. Инновационная библиотечная услуга стала возможной благодаря тесному сотрудничеству с Институтом имени Гёте. Следуя от страницы к странице, можно будет вместе с детьми узнавать интересные истории, написанные немецкими писателями. После прочтения, отсканировав QR-код, можно будет пройти тематический квест в предложенном приложении и получить сертификат и сувенир. Кроме того, здесь же будет возможно считать быструю ссылку на аудиозапись книги на разных языках. Для предотвращения хулиганских действий с дорогостоящими девайсами площадка оборудована видеокамерами. Этой информацией мы завершаем сегодняшний выпуск. Всего вам доброго. До свидания.